Мы верующие, мы являемся церковью Иисуса Христа, собранием Иисуса Христа. Мы собраны в Его тело, и повеления у нас одно из самых больших становятся похожими все больше и больше на Иисуса Христа. Я когда размышлял над Иисусом и Его поведением во время того, когда Его арестовали, когда Его били, там действительно есть чему поучиться, и я хотел бы, чтобы учился я, и мы все дали примеру Иисуса. Евангелие Атуки 22, 47. Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди Его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его, ибо Он такой им дал знак. Кого Я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал Ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно, и, коснувшись уха Его, исцелил Его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшихся против Него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Когда каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня руку, но теперь ваше время и власть тьмы, взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев Его сидящего у огня, и всмотреться с Ниму, сказала, и этот был с Ним. Но он отрекся от Него, сказав женщине, «Я не знаю Его». Вскоре потом другой, увидев Его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет, прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил точно, и этот был с Ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И в тот час, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обротившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал им, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались на Ним, и били Его. И, закрыв Его, ударяли Его по лицу, и спрашивали Его, «Про реки кто ударил тебя?» И много иных хуленей произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион. И сказали, «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне, и не отпустите Меня, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». Я хотел до этого отрывка прочитать. Это сложная ситуация, мы ее вспоминаем практически каждый месяц. Когда Иисус оказался преданным одним из своих учеников и схвачен, то есть тот продал Его, Иисус об этом знал еще наперед. Когда Иисус оказался в одиночестве, потому что все сбежали, спасая жизнь, хотя и он тоже об этом старался, чтобы спасти их жизнь. Но тем не менее они ушли. Те, которые остались рядышком, потаенно, Петр отрекся от него трижды. И теперь, оказавшись в полном одиночестве, я хотел бы вот эти вот последние стихи, которые я читал, еще раз прочитать. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его, про реки кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против Него. Если когда-то кого-то из вас били, то вспомнить эту ситуацию это очень сильно унизительно. Само по себе, когда тебя бьют, это очень унизительно. Особенно для мужчин, наверное, это особенно. Иисуса били. Они надели на Него что-то на голову, чтобы Он не видел. И начали испытывать, пророк ли Он, есть ли в Нем Божья сила. И когда они били, говорили, скажи, кто же тебя ударил? Если ты Божий, то Бог тебя откроет. Когда нам не верят, просто не верят, когда просто ты говоришь, все твоим словам не верят, это тоже унизительно, да? А когда тебя и не только не верят твоим словам, а еще и начинают при других людях испытывать, то есть посадили тебя на скамью подсудимых и начинают тебя допрашивать, не верят тебе, это тоже унизительно. Мы бываем в таких ситуациях, когда нас обстоятельства, люди унижают. И как мы к этому относимся? Как мы понимаем, что сейчас происходит? Потому что это ситуация, когда нас унижают. Ну вот ситуация Иисуса. Это случайность? Это люди? Или это Бог сделал? Бог предначертал это еще до создания мира для своего Сына. Да? Когда ты живешь в этих обстоятельствах, кажется, что Бог тут ни по чем. Кажется, что это люди все сделали. Но Иисус знал, что это... У него борьба была немножко раньше с Богом. В Ефсиманском саду он знал, что это все Бог сделал. А теперь он принимал это все как от руки Божьей. И если нам учиться у Иисуса, то он прошел этот экзамен на отлично. А мы относимся к таким обстоятельствам, когда нас унижают, когда нас обижают. Иисуса обижали. Представляете, били. Не только словами, словами били, но и кулаками били, палками били. И вот когда нас унижают, когда нас бьют словами хотя бы, относимся ли мы, как Иисус, что это Бог делает, а не люди. Относимся ли мы, как к Божьему экзамену, испытанию. Иаков советует с великой радостью, радуйтесь, когда приходит экзамен в вашу жизнь. Принимайте эти экзамены от Бога. У Него есть цель, чтобы мы были совершены во всех полноте, без всякого недостатка. Чтобы мы были похожими на Иисуса. Вот Иисус написан страданиями на их послышанию. То есть Он был послушный внутри себя, но эти страдания они показали всем, и Ему, и Отцу, и всем показали, что Он очень послушный. Вот то, какие мы есть внутри, мы такие есть. Но экзамены, они показывают нам, окружающим, но Бог и так знает, какие мы есть на самом деле. Иисус, первый секрет, как пройти обиды, как пройти испытания, это отнестись в Суто Божие к Заме. Теперь эти люди испытывали Его и говорят про реки, если ты Сын Божий. и как Он отреагировал? Как Иисус отреагировал на то, что они вызвали Его на вот такую духовную складку? Докажи, что ты Божий Сын. Как они отреагировали? отреагировал Иисус? Как? Он помолчил. А Вы просто почему? А Он ответил чуть-чуть дальше, чуть-чуть другой ситуации. Он сказал им, если скажу Вам, не поверите. если же и спрошу Вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Он понимал, что если Он сейчас с этими людьми будет искать справедливости, будет ее отстаивать, Он понимал, что эти люди субъективно настроены. Он понимал, что эти люди не могут, они не поменяются. и Он с ними вообще ничего им не доказывал. Хотя мог бы, и Он не доказывал. То есть первый секрет, Он знал, что это воля Божия и что ничего не поменяется. Второй секрет, Он на человеческом уровне не боролся с этим и не доказывал с ними им ничего. Он не вступал в конфликт с ними, в борьбу с ними. Даже на судейском уровне. Потому что знал их предвзятость и знал бесполезность этого, поэтому Он просто не боролся. Когда мы вступаем в конфликт, когда нас унижают, как мы поступаем? Как Иисус мы ничего не доказываем людям? Или вся внутренность наша человеческая хочет доказать справедливость? Да? Мы же знаем, да, я плохой человек, но не настолько, как ты говоришь. Но в этой ситуации ты не прав. нам сложно не бороться и не отстаивать свою правоту, свою честь, свою доблесть, свое доброе имя. Помните, когда Давид, когда Весолом встал на него и Давиду пришлось бежать из своего города куда-то на окраины и когда семей по-моему родственник Саула да, или из колена Вениамина он начал кидать камни и хулить царя. Так тебе и надо, это Бог сделал. То Давид он и слуги говорят, да сейчас один удар и все. оставьте. У него та же самая ситуация, он знал секреты, это Бог повелел ему. И второе, оставьте. Пусть Бог увидит мое смирение. Я не буду с ним ничего доказывать. Если Бог меня освободит и вернет на престол, он сам увидит в свое время, то Бог нам пообещал выведу как свет правду твою. Если мы будем идти путями, это в Псовной 36-м то доверяем ли мы Божьей обещании, что если я пойду сейчас путем твоим, если я сейчас не буду доказывать, осмирюсь и доверюсь тебе, Господи, то ты в свое время сам покажешь правду. сам накажешь виноват. А если я виноват, то может быть вот это наказание для но я не буду доказывать людям, я доверюсь тебе. Мне это сложно не доказывать. Я думаю, что и вам сложно, но Иисус мог ничего не доказывать, если видел предвзятость людей. Если можно поправить их сердце, их разум, то можно поправить. Если видим, что это бесполезно, а если мы боремся только за свою правоту. Бесполезно. Не надо бороться за свою правоту. Не надо бороться за справедливость здесь на земле. Ей здесь нет. Здесь на земле нет справедливости. Только у Бога. У людей ее нет. И не надо ее у людей искать. И еще один секрет. когда они говорили и били про реки, кто ударил, как вы думаете, Иисус знал, кто ударил? Он не только знал имя, кто его ударил. Он знал всего человека, кто его ударил. Ну давайте представим просто, что видел Иисус. конечно же не это видел Иисус, потому что я не он, я не Бог, я. Ну просто представим. И убьет какой-то разгневанный человек, вымещает свое зло и говорит, кто ударил тебя? А Иисус что видит? Он видит этого человека. Может быть, это муж, который приходит домой, жена боится его. Дети вместо он хотелось бы, чтобы дети его обняли, сказали привет, папа, ты пришел с работы. А дети прячутся по углам. Может быть, этот человек не может держать своего гнева. И он убьет жену, бьет детей. может он их любит и хотел бы, чтобы у него семья была нормальной. Но он не может. Есть какие-то недостатки в его жизни. Может он выпьет и тогда бьет. Мы не знаем, что там внутри этого человека, который бил и тот, который там был рядом с Иисусом. Но точно у него какие-то недостатки есть. Точно он от этих недостатков страдает. Страдает его дети, его семья. От его грехов он жнет последствия. Теперь он помещает зло в Иисусе Христе. Иисус все это знает. Сейчас может все ему рассказать. И казалось бы, он падет и покажется. Но так как Иисус знает, что так не произойдет, Иисус молчит. Иисус ждет своего времени. Он ждет, когда Иисус умрет за него. Иисус ждет, когда он воскреснет и скажет каждый, даже этот, который поверит в него, Бог простит грехи, освободит от них и от их последствий. Изменит человека, и он попадет в вечность, в рай. Киний ко мне, Иисусу, как брату, как к любящему Спасителю. Он знал, что этот человек может услышать проповедь Петра, когда Дух Святой сойдет благодаря смерти Христа, который скажет, вы убили меня, когда говорит Петр проповеди, и он почувствует, да, я убил Божьего Сына. Он ни разу не согрешил во время смерти. Он любил меня и терпел меня. И даже если этого не произойдет, Иисус знал, произойдет это, или не произойдет, то Иисус потенциально для того, чтобы дать ему спасение тому, кто бьет, сделал все возможное для него. Все возможное для того, кто бьет, даже если знал, что ему спасется. когда мы попадаем в такие испытания и искушения, третий секрет. Любить этого человека. Иисус почему так же сделал? Он любил этих людей, которые били, и сделал все, чтобы их спасти. И вот теперь те, которые нас бьют, обижают, мы думаем ли о том, что Бог хочет, чтобы я проявил любовь к нему, любовь к Христа, чтобы он спасся. Думаем ли мы о спасении этого грешника, который меня сейчас бьет словами или какими-то делами. И этот третий секрет проявить любовь для того, чтобы частично явить спасителя, чтобы имел шанс спасти светочек, мы не знаем, кого Бог предвзбрал. Но тем не менее мы являемся инструментами, через которых Бог спасает. Если эти экзамены, испытания, сложные обстоятельства, мы будем принимать как экзамен от Бога, как возможность не доказывать своей справедливости человеческой, а Божью искать справедливость, предавать все в руки Божьей, то есть веру проявить. Если мы будем как воспринимать это как возможность проявить настоящую любовь. Еще раз напоминаю, что такое любовь, что она делает. Любовь долготерка, любовь милосердствия, любовь не ищет своего. Она не радуется неправде. истинно. Она являет эту истину. вот когда эти сложные обстоятельства, у нас есть прекрасная возможность показать настоящую любовь. Помните этот пример роза Шарона, цветок Шарона, который растет среди терновника, что запах издает именно тогда, когда ветер, когда терновник царапает, сок когда вытекает. Мы больше любовь не сможем проявить, чем когда сложная обстоятельность. Любить, когда тебя любит Иисус, что сказал, так и гречники делают, и мытые, любят любящих. А вы любите ненавидящих, тех, которые делают больно. Это Иисус, это определение, это самое главное, знаете, мы бывает, когда боремся за эту справедливость, правду. Вот так правильно, вот так вот правильно. мы часто отсаживаем комара, чтобы правду доказать, и проглатываем верблюда, слона проглатываем. Что это такое верблюд, что это такое слон? Это самая большая заповедь. А самая большая заповедь любить Бога и доверять Ему, и любить ближнего. то когда мы находимся в сложных ситуациях, Бог хочет, чтобы мы любили Его, доверили Ему это обстоятельство и любили ближнего. И еще хочу сказать последнее. Я заметил по практике, я такого в Библии именно не читал, но я на практике заметил, что Бог всем нам дает учителей. всем. И так как Его основная цель, чтобы научить нас любить, то Он всем нам дает учителей любви. Это люди, которых любить тяжело. Я уверен, что даже у каждого из вас есть в церкви человек, которого любить тяжело, которого принимать таким, как он есть, тяжело. Иисус принял этих людей, такие, какие они сейчас есть, бьют Его, оскорбляют Его. Но для того, чтобы изменить их в будущем и дать шанс им изменить будущее, для того, чтобы проявить любовь первым к ним, то вот эти сложные люди в нашей жизни, сложные люди, которых терпеть тяжело, которых любить тяжело, которых принять с их недостатками тяжело, они даны нам, чтобы любить их. Ведь Иисус видел, что за этими палками, этими колючками, которые сейчас колют Иисуса, есть человек, который нуждается в Иисусе. Те люди, которые нас колют чем-то, и сейчас нам кажется, это не человек, а дикобраз. Это не сестра, не брат, а дикобраз какой-то. Бьют, колют больно, а не боли от Него. Я не могу любить, мне он не нравится. Вот этот человек нуждается в любви. Внутри он человек, который нуждается в любви Иисуса Христа. И эту любовь можем явить ему мы. И больше, чем... Он же тоже понимает, что ему тяжело нравится тебе сейчас. И когда он увидит любовь Христа в вас в этой сложной ситуации, это вы имеете возможность больше всех проявить любовь Христа в этой ситуации. К нему. Потому что он через все эти обстоятельства увидит, что так человеку невозможно поступить. Так может сделать только Иисус через вас. Иисус прекрасный, он совершенный в своей любви. Как мы далеки от него. А это первое заповедие. Чтобы мы любили, как он вас любил. Чтобы мы любили друг друга. Так любили грешников, как он любил грешников. Давайте будем молиться.